Жители пострадавших от паводков домов города Кульсары Атараусской области просят компенсацию за жилье выдать им на руки, либо перечислить на счета. Но чиновники говорят, что не могут так поступить. Мы попросили высказать свое мнение по этому поводу сенаторов. Жители пострадавших домов Кульсары Атараусской области жалуются, что их микрорайон был новый. Многие недавно построили свои дома. Некоторые из них успели пожить там всего лишь несколько дней. И теперь им снова предстоит строить все заново. И главное, они хотят, чтобы им заплатили за каждый квадратный метр жилья по 400 тысяч тенге. Ведь мы живем там, где добывают нефть, заявили жители. Второе. Пострадавшие от паводков жители желают, чтобы деньги вручили им лично в руки или скинули на счета в банках. Жители обеспокоены тем, что подрядчики могут построить им некачественные дома. Но, по словам Акима района Жумабека-Каражанова, они не могут перешагнуть порядок, установленный к обминам. Что же думают по этому поводу депутаты? Те цифры, которые называют многие пострадавшие, они, конечно, раздятся. Здесь, я думаю, будет найдено компромиссное решение. Во всяком случае, будут привлекаться, наверное, и крупный бизнес, и волонтеры для того, чтобы максимально сократить тот разрыв, который по закону положен, самые необходимые, самые минимумные. И то, что на сегодняшний день жители Кульсары, скажем так, выдвигают требования. Я понял, они ставят вопрос по рыночным максимальным ценам. Но есть комиссия, я еще раз говорю, есть все соответствующие, и от общественных, и от средств массовой информации, и от соответствующих партий, и контролирующих органов. То есть, все это строго по комиссии. Все надо индивидуально смотреть. И вот такое требование там, не 200, а 400 тысяч. Вот эту разницу надо смотреть. Насколько она обоснована? По мнению некоторых сенаторов, жители хотят построить дома, купить квартиры или переехать в другие регионы, где не бывает паводков. При этом они не хотят, чтобы на новом месте у них были дома меньшей площади. Поэтому жители просят такие деньги. И их, с одной стороны, можно понять. По мнению сенаторов, если государство не в силах обеспечить всем пострадавшим компенсацию, которую они требуют, можно задействовать недропользователей. Ведь в регионе действительно добывается нефть. По мнению депутатов, бюджет государства ограничен. Каждый человек, конечно, хочет получить большего. Это естественно. Все мы так, это самое. Человек так в целом сложен, да? Есть возможности государства. Зависит от того, насколько на сегодняшний день в целом государство может оказать помощь. Накажет. По официальной информации, после оглашения результатов оценки ущерба, Акимат будет работать по выплате средств в двух направлениях. В случае, если дома подлежат ремонту, выплатят средства на проведение ремонта, а также выплатят компенсацию за испорченное имущество. В случае признания домов аварийными, построят дом за счет государства или же купят жилье в городе Куль-Сары или в любом населенном пункте на территории Атараусской области, а также выплатят компенсацию за испорченное имущество. Пооруженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42.